Привет! На складе компании «АвтоСтронг» 300 000 запчастей по отличным честным ценам, а на складе компании «МотоСтронг» десятки мотоциклов, привезённых из Европы. Эти мотоциклы пройдут любые проверки. Обязательно подпишитесь на Instagram «МотоСтронга», там представлен весь ассортимент, склад мотоциклов регулярно обновляется. Мы продаём мотоциклы в отличном состоянии, они пройдут любые проверки. Обращайтесь в «МотоСтронг». Менеджеры ответят на любые вопросы и помогут с доставкой по СНГ. Все контакты в описании к видео. А сегодня мы вам расскажем о 2,7-литровом турбодизеле, который устанавливали только на Audi. Встречаем! В 2004 году инженеры компании «Ауди» выпустили новые турбодизельные V6. Появились двигатели объёмом 2,7 и 3 литра. Со старыми 2,5 литра у них буквально ничего общего, разве что блоки цилиндров чугунные. Именно на этих турбодизельных моторах появился цепной привод ГРМ. Причём сам привод находится сзади. В нём задействованы аж три цепи плюс ещё одна цепь для привода маслонасоса и балансирного вала. Эти двигатели сразу выпускались с топливной системой Common Rail и пьезофорсунками. В развале блока стоит турбокомпрессор с изменяемой геометрией, а во впускном коллекторе есть вихревые заслонки. 2,7-литровый турбодизель можно встретить только на Audi A4 B7 и Audi A6 C6. Он выпускался с конца 2004 года до весны 2009 года, а трёхлитровый турбодизель лёг в основу всех последующих турбодизелей V6, которые устанавливались на автомобили Volkswagen, Audi и Porsche с продольной установкой силовых агрегатов. Турбодизельные V6 Common Rail в исполнении Audi получились действительно классными. Они стали популярными не только из-за экономичности и увеличившихся мощностных характеристик. С этими моторами было гораздо меньше проблем, чем с бензиновыми V6. Какие-то ремонты и замены этим моторам требовались после пробега в 200 тысяч километров. А вот серьёзных механических проблем и износа с ними практически не случаются. Но владелец автомобиля Audi с турбодизельным V6 должен понимать, что ремонт этого двигателя не дёшев, а сервис должен быть действительно квалифицированным. 2,7-литровый турбодизель V6 очень часто работает в паре с механической трансмиссией. А это значит, что двигатель будет оснащён двухмассовым маховиком. Это жутко дорогая деталь. Новый оригинальный двухмассовый маховик обойдётся в 3100 долларов, а аналог в неоригинальной упаковке – 1300. Он служит порядка 200 тысяч километров, но может преждевременно выйти из строя, если владелец мучает его ездой в натяг, т.е. преждевременно включает повышенные передачи и тем самым заставляет двигатель ускорять машину с холостых оборотов. Во впускном коллекторе двигателя 2.7TDI, а также его родственников, двигателей объёмом 3.0 и 4.2, установлены вихревые заслонки. При малых нагрузках на двигатель они перекрывают часть впускных каналов. Все заслонки нанизаны на общие оси и приводятся электронными сервоприводами через тяги. Этот механизм получился хлопотным. До первых ошибок и проблем они выхаживали пару лет. Коллектор в сборе с заслонками и сервоприводами меняли по гарантии и несколько раз улучшали конструкцию. С этими заслонками и сервоприводами случается полный букет проблем. Изнашиваются шарниры тяг, изнашиваются ограничители, изнашиваются оси заслонок. Вдобавок сами заслонки начинают подклинивать из-за наличия нагара вокруг них. Ну и радости добавляют электронные сервоприводы. Изношенные тяги и оси заслонок можно поменять отдельно. В продаже есть оригинальные и неоригинальные ремкомплекты. В неоригинальные ремкомплекты ещё входят и сами заслонки. А вот если сервоприводы не работают вообще и не оживают при тесте исполнителей, то тогда придётся очистить их от угольной пыли. Для этого нужно аккуратно разобрать корпус сервопривода и выдуть оттуда скопившуюся угольную пыль на электронной плате. Новые впускные коллекторы стоят по 700 долларов, но благодаря ремкомплектам можно хорошенько сэкономить. Неоригинальные впускные коллекторы стоят в три раза дешевле. В продаже появились сервоприводы по 180 долларов. Очень часто владельцы прибегают к удалению заслонок, удалению кода VBU для управления ими, а также прибегают к чиптюнингу для оптимизации работы двигателя. Ну а сегодня этот могучий двигатель нам поможет разобрать Александр. Встречаем! И мы начинаем нашу разборочку! Во впускном коллекторе этих моторов, как и у многих других дизелей, есть так называемая дроссельная заслонка. Она нужна для плавной остановки двигателя, а также для ограничения потока воздуха для прожига сажевого фильтра, а также для лучшего примешивания отработавших газов. Со временем по этой заслонке возникает конкретная ошибка, которая вызвана из пластиковых шестерён. В этом случае можно эти пластиковые шестерни заменить на неоригинальные металлические. В основе топливной системы двигателя 2.7 TDI лежит ТНВД Bosch CP1H3. Это хороший, долговечный, неприхотливый насос, полностью ремонтопригодный. Лишь после пробега в 300 000 км сильный мороз он может огорчить просачиванием топлива через так называемые крышки плунжеров. Эта проблема решается заменой ремкомплекта, который состоит из резиновых уплотнений. Также известны редкие случаи износа секции подкачки. ТНВД этого двигателя приводится зубчатым ремнём, регламента замены нет. Но оригинальный ремень до обрыва служит примерно 250 000 км. Обрыв ремня никакого вреда двигателю не наносит, разве что он не будет запускаться, потому что давление в топливной рампе будет отсутствовать. В топливной системе двигателя 2.7 TDI и 3.0 TDI используются два регулирующих клапана. Один клапан N290 дозирующий, который установлен на ТНВД, а также есть регулировочный клапан N276, который установлен на правой топливной рампе. Эти клапаны служат долго и необходимость их замены возникает при пробеге в 300 000 км. Из-за плохого состояния дозирующего клапана обороты могут плавать, мощность двигателя снижается, а также двигатель будет жаловаться на недостаточное давление в топливной рампе. Из-за износа или некорректной работы регулирующего клапана, который находится на рампе, двигатель не будет запускаться из-за того, что давление в рампах не достигает минимального уровня для запуска. Также двигатель будет жаловаться на некорректное давление или глохнуть при отпускании педали акселератора. Ещё бывают случаи появления проточки под этим регулятором, из-за которой из топливной рампы в обратку будет постепенно просачиваться топливо. Будут появляться постоянные ошибки по недостаточному давлению топлива. В этом случае рампу нужно поменять на неизношенную. Естественно, подойдёт БУ. Обратитесь в «АвтоСтронг». Ещё один важный элемент топливной системы этого двигателя – это ограничивающий клапан в обратной магистрали, который установлен на правой ГБЦ. В него подключены две линии обратки с обоих рядов форсунок, а на входе линии обратки в топливный бак. Этот клапан поддерживает давление топлива в обратной магистрали после форсунок на уровне 10 бар. Если клапан не может предоставить такой подпор, то тогда возникают схожие проблемы при высоких нагрузках – потеря мощности двигателя, аварийный режим из-за низкого давления топлива в рампе, а также плохой запуск. Этот клапан новый продаётся вместе с линиями обратки. Всё вместе обойдётся в $240. Мотор 2.7 TDI, а также его родственник 3.0 TDI получили пьезоэлектрические форсунки Bosch. Нельзя упрекнуть их в плохом ресурсе – они способны пройти более 250 000 км. Но их ремонтопригодность стремится к нулю, особенно если изнашивается пьезокристалл, а это неизбежная его участь после нескольких сотен тысяч километров. Но и до этого эти форсунки могут износиться по стандартной программе – нарушение гидроплотности и, как следствие, обильное слитие топлива в обратную магистраль, а также износ распылителя. В первом случае двигатель будет долго и плохо заводиться, а во втором случае – плохо дымить. Также на общий износ пьезофорсунок указывает нестабильный холостой ход. Бывают случаи, когда распылители капают топливом в цилиндры и после запуска двигателя, как вариант, гидроудар. Новые форсунки Bosch для этого мотора стоят по $400, а ниже, но в оригинальной упаковке в несколько раз дороже. Здоровье форсунок можно оценить в диагностическом ПО в соответствующих параметрических группах. Но специалисты говорят, что самый точный диагноз можно получить только после тестирования на дизельном стенде. БУ и восстановленные форсунки также перед установкой надо протестировать на дизельном стенде. А вот новые форсунки и исправные БУ форсунки надо прописывать, то есть ввести напечатанные на них коды через диагностическое ПО. Это сбросит старые адаптации форсунок. Если этого не сделать, то через несколько сотен километров двигатель будет работать с детонацией. Турбина с этого двигателя, к сожалению, продана. Показать мы вам её не можем. Но хотелось бы отметить, что турбины на двигателях 2.7 TDI, а также на двигателе 3.0 V6 TDI первого поколения практически одинаковые и ходят отлично. Встречаются как экземпляры BorgWarner, так и Garrett. При нормальной эксплуатации турбокомпрессоры на этих двигателях ходят не менее 300 тысяч километров. Цепной привод ГРМ находится сзади двигателя со стороны маховика. Эти цепи служат порядка 300 тысяч километров. Оценить их состояние можно с помощью диагностического ПО. Для этого в параметрах можно найти так называемые рабочие поверхности кулачков. Известны их изначальные параметры 680,4 градуса и 610,4 градуса. При отклонении этих значений на 3-4 градуса будет слышен шум цепей. А если эти значения отклонились более чем на 6 градусов, то цепи ГРМ надо менять. Бывает, что при в целом нормальных значениях цепи начинают шуметь. В этом случае при снятии крышек привода ГРМ видны заклинившие гидронатяжители некоторых цепей, а также изношенные успокоители. Замена цепей ГРМ – это очень трудоемкий процесс для этого двигателя. Придётся поднимать машину, спускать вниз двигатель, разъединять двигатель с трансмиссией и после этого двигатель будет готов для замены цепей ГРМ. В таком положении будет очень удобно выполнить полное ТО двигателя, поменять все текущие и состарившиеся уплотнения, то есть, например, прокладки впускных коллекторов, клапанных крышек и прочее. Наши распредвалы в хорошем состоянии. К счастью, на этих двигателях, с ними ничего плохого не случается. С ГБЦ в этом двигателе тоже полный порядок, никаких скрытых неисправностей нет. Ну и по состоянию всё отлично. В развале блока цилиндров размещена система EGR с её клапаном, радиатором и переключающей заслонкой. Заслонка и клапан управляются вакуумными актуаторами. Заслонка переключает прохождение газов на прямую к клапану EGR, либо же с прохождением через радиатор. Компоненты системы EGR на двигателях 2.7 TDI и 3.0 TDI без проблем выхаживали 200 тысяч километров, а затем мотивировали владельцев к удалению всей этой системы. Потому что радиатор EGR мог лопнуть и дать течь антифриза во впуск или выпуск. Переключающая заслонка могла развалиться на две части и улететь в сторону турбины, повредив её лопасти, а также лопатки геометрии. Есть случаи растрескивания трубок, по которым циркулируют отработавшие газы. После этого под капотом появляется сильный запах. Также добавим сюда проблемы с подклиниванием клапана EGR. Причём, ЭБУ двигателя способен распознавать отклонение потока отработавших газов, и это влечёт за собой появление ошибок в системе. Поэтому на многих Audi система EGR этого двигателя удалена как программно, так и физически. Специалисты ставят заглушку на отбор газов из выпускного коллектора, а также глушат каналы подвода газа во впускной коллектор, а также закольцовывают каналы подачи антифриза в радиатор. В развале блока цилиндров двигателя 2.7 TDI V6 и его старших братьев установлен теплообменник для охлаждения масла, поступающего в фильтр. При пробегах более 200 тысяч километров проседают три его резиновые прокладки, после чего в развале блока появляется лужа из масла и антифриза. Для устранения этой утечки надо менять комплект уплотнений общей суммой порядка 40 долларов. Много усилий придется потратить на очистку развала блока цилиндров от пролившихся жидкостей. Блок двигателя чугунный, с ним ничего плохого не случается. Мы специально притащили этот мотор для съемки, не будем говорить откуда, но он очень долго лежал, поэтому тут все соржавело и он заклинил. Если говорить о состоянии цилиндров, то хона практически нет и видны побежалости на стенках цилиндров. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну а прежде чем мы начнем рассказывать самое интересное, вот скажите, пожалуйста, вы любите вот посмеяться так, поржать от души? Хотите знать, что с лысым сделал боец ММА, либо же тройничок у лысого? Всё это есть в нашем ТикТок-канале. Обязательно подпишитесь, залетайте по ссылке в описании, наставьте лайков, напишите комментарии, посмотрите видео, чтоб они залетели в топ, ведь от души же делаем. ТикТок АвтоСтронга, милости просим. Ну а теперь по состоянию. Видно, что в этом моторе масло меняли нечасто. Маслосъемные кольца все закоксованы, но поршневые кольца подвижны. Кстати, в дизельных двигателях поршневые кольца дольше сохраняют свою подвижность. Если говорить о состоянии вкладышей, что коренных, что шатунных, то они побежавшие, но протёртые не до меди. И, скорее всего, у этого двигателя были проблемы со сгоранием топлива, потому что коленвал испытывал повышенные нагрузки. Ну и верхние коренные вкладыши тоже со следами побежалостей. Ну что, разборка закончена, и сегодня мы разобрали образцовый турбодизель V6 от компании Audi. Если его нормально обслуживать, то он пройдёт и миллион километров. Но не стоит забывать, что эти двигатели нуждаются в премиальном квалифицированном обслуживании. Если этого не делать, то можно столкнуться с дорогостоящими ремонтами. Если вы хотите, чтобы мы и дальше делали такие классные и подробные обзоры, то нам нужна ваша поддержка. Обязательно подпишитесь на наш канал, поставьте колокольчик, напишите комментарий и поделитесь этим видео в соцсетях. Помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 тысяч километров к ресурсу вашего автомобиля. С вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг».